Ребята, вы набрали 15 тысяч лайков, а это значит, что обещанный эксперимент выходит у меня на канале. Вчера мы сравнивали платформы, теперь мы будем непосредственно сравнивать паки. Я буду открывать обычные паки, я соберу самые дорогие выгодные СБЧ FIFA 21 и, конечно же, куда же без паков спасибо под нос. А если этот видос наберет 15 тысяч лайков, то завтра я открою 50 паков спасибо под нос. Это будет уникальный контент, поэтому поддержите лайком данный видос. Да, в прошлом видосе я пришел к выводу, что на мобилке падает чаще, но дело это такое муторное и на самой консоли все-таки приятно наблюдать вот эти вот анимации. То, что ты видишь, где уолкаут, это очень важно. А на мобилке просто пшик и все. Но так или иначе, я думаю, что это все же рандом, поэтому не будем на этом акцентировать внимание. Уже можно кликбейтно назвать ролик. Поймал Зинь Дина Зидана. У меня уже рарных игроков в Кэкселе, вот настолько я зажрался. О, уолкаут, ребята, это уолкаут. Пожалуйста, что-нибудь грандиозное. Блядь, блядь. Это один из худших уолкаутов, наверное. Вот вам скриншот. Вчера мне в паке за 7500 упал Хендерсон и Мюллер. Кто это спонсор у нас сегодня такой хороший? Компания Onyx, ребята. Напомню о своих спонсорах. Вы всегда там найдете классные коэффициенты, множество спортивных дисциплин и моментальные выплаты. Ссылочка будет закруглена в комментарии или же переходите по моему QR-коду. Ну, Хендерсон стоит 22 тысячи. Тот неловкий момент, когда FIFA 14, его серебряная карточка, выглядела лучше, чем FIFA 21 золотая. Так, Португалия. Кто это? Я не знаю, вот что делать с этими португальскими флагами. Сейчас я не обратил внимания на эти борды и почему-то каждый раз мне хочется, чтобы со мной произошло что-то вот подобное. Опа, уолкаут, ребята. Еще один уолкаут, боже мой. Пожалуйста, что-нибудь классное. Франция! ЦФД! Ну, когда ты видишь, блять, уолкаут, Франция, у тебя как-то в голове, хочешь не хочешь, нарисовывается другой футболер, еще и Марата, вот это комба. Пацаны, у меня к вам вопрос. Кто знает, где находятся ваши контракты, ваши всякие штуки для стадиона, где все это дело сейчас искать? Я вообще не понимаю. На нахер, вот это крутое празднование. Пожалуй, я его и буду использовать. Клосс Тарман, это плюс бабки. Подожди, сколько он стоит? Ну, скажу вам так. Он стоит 18 тысяч, но его нет на рынке. И вы понимаете, что это плюс бабки очередные. Пацаны, которые ставили дизлайки на Фудхайде Лингору, ну что, вы довольны? Убили пацана, 77 рейтинг, карточка просто говнища. Ага, вроде попал. Пошло. Сзобоззлай. Ебать, какая сложная фамилия. Давайте смотреть, что сможет принести нам Читас. О, Эрнандес, Читас. Читас, это было круто. Братан, ну ты просто беста мне вытащил. 20 тысяч. Блядь. Блядь, вот честное слово, я не понимаю, зачем им было менять интерфейс. Типа, я понимаю нововведение, все такое, но делать нововведение ради нововведения и при этом делать это неудобно. Ох, ебаный Esports, реально. Ну типа, геймплейно в этом году пока что в начале опять же все более-менее неплохо. Но вот что касаемо интерфейса, менюшки, это просто полное недоразумение. Такое ощущение, как будто ребенок вошел в комнату, переворошил все твои вещи, раскидал, ты такой заходишь и ничего найти не можешь. Потому что хз, чё, где лежит? Поляк! ЦОП! Да это же тралка опять, еее, он меня опять затралил. Не, я не поведусь, теперь я умею определять волкауты, поэтому твой траллинг не прошел. Также, ребята, не забывайте про мой промокод PANDOS, который даст вам уверенности на старте. Ну камон, это что за прикол? Почему все так весен? Блядь, какая же неоптимизированная менюшка. Просто игра зависла при квикселе и меня просто выкинули. Класс. Ну давайте, друзья, сочту это за намек на мобилку. Поехали, первый пак нас не радует. О, ребята, я вам говорил, мобильная версия тачит, Эмрэджан, он стоит до хера. Ну что, последние два пака у нас остались, давайте вскроем Шкиньяр 85. Ну что, чуваки, прошло ровно 4 часа с тех пор, как я закончил открывать паки. Я утомлен, я убит, просто состояние минус крыша, потому что все это время я в веб-приложении сидел и собирал СБЧ. Самый лучший СБЧ в этой игре. У нас остался ровно 1 час и 7 минут, и давайте же за этот последний час сделаем что-нибудь грандиозное и вытащим какую-нибудь легенду, например. Конечно, по-хорошему разумно было бы дождаться каких-нибудь промо-наборов, где будут какие-нибудь крутые игроки, но нет терпения, нет терпения. Поэтому давайте сразу залетаем. Вот все эти паки, миллиард красивых пакцов, 30 редких, миллиард редких, в общем, на обложке это выглядит все красиво. Что будет на деле, узнаем прямо сейчас. Так, первый же пак это сразу Окошеч. Блять, я подумал Вернер. Ну вот, просто выпади сейчас Вернер, и я бы уже все нахрен окупил бы. Так, ну, пока что меня радует только отборным калом. Многие говорят, что это самые читерские паки, здесь всегда что-то падает, и хотелось бы вот верить в это. Просто пиздец. 12 редких предметов. Повышаем ставки. Ну, в принципе, с этим можно жить. Караску, между прочим, да стоит денег. Так, давайте я не буду смотреть, есть волкаут или нет, дабы не портить себе интригу. А мы тем временем смотрим. Ну, что прикалываетесь? Хамсик. 18 редких предметов. Игра. Иди нахуй, блять. Нихуя, что в паке-то лежало. Ребята, хэппи-энд. Ван Бисака. Следующий. Мега супер пак. Камон. Иди сюда. Ансуфати. Ансуфати, ребята. Это вообще топчик. Короче, за этого пацана давит 36 тысяч монет. Еще и Джамес Родригес. Который наверняка стоит денег, да? Какого-то хера он стоит деньги. Еще Никита Финита, который тоже стоит денег. С ума сойти. Это Польша. Опять форвард. Блять, да пожалуйста. Это Тралка. Блять. Этого парня я запомнил. Сколько поляков мне падает в последнее время. Просто не счесть. Такое ощущение, как будто половина команды недели в этих поляках. И Магуэр тут в паке. Редкий мега набор. А хуй на палочке у нас здесь будет. Это Крамарич. Самые дорогие паки FIFA 21. По 50 тысяч монет. Это эксклюзивный контент. Опять же. Закрываем глаза. Да. Знаешь, не такого ожидаешь увидеть в паке за 50 тысяч. Пиздец. Сила карточки. Приди. Я в охуе. Да, ну и говнецо. Кажется, меня наебали в тот день, когда сказали, что эти паки читерные. Не, ну справедливости ради, я полутал с них 1100. Но, опять же, видя паки моих подписчиков. Паки, спасибо, под нос. Полетели. Понятия не имею, как они работают в этой части FIFA. Будем впервые открывать паки. Спасибо, под нос. Англия. Форвард. Я не понимаю, это что? Пак, спасибо, под нос. Первый пак. Я совсем недавно продал Харрикейна. И теперь он ко мне обратно вернулся. Что-то, вот что-то этому парню от меня нужно. Ребята, мой первый пак, спасибо, под нос в сезоне. Это сразу Харрикейн 88. Так, Чили. Это Видаль. Это... Не Видаль. Так, Румыния. А кто там в Румынии? Там есть форварды из Румынии. А, это Информ. Так, мы идем дальше. Это ЦЗ. Это Шкриньяр. 85 рейтинг. Пацаны, паки, спасибо, под нос. Круче, чем все те СБЧ, которые я собирал 4 часа, как мне кажется. Так, я тут решил скипнуть пак и... Диего Жота. Сколько он стоит? А его нет на рынке. Так, у нас опять есть проходики. ЛП. Ивуарис. Пацаны, это лучшие паки FIFA 21. Чего это такое? Паки, спасибо, под нос снова тащат. Первый раз открывает 10 штук. И мне столько топчиков нападало. Можно хоть целый сквад собирать. Зал стоит 40 тысяч монет. Может быть здесь что-нибудь увидим. И тут есть проходики. Испания. Элфа. И это. Кто-то кого-то разъебал, да? Нет, это Мунианин. Я думал, это ой, разъебал. Ну и вот такой вот финальный пак. Я в восторге. Чего я могу сказать? Ну че, пацаны? По итогу... Ну, по итогу что можно сказать? Мы сделали вывод, что самыми лучшими паками на данный момент FIFA являются паки, спасибо, под нос, которые окупились за 10 паков просто изи. Ну и как вначале я говорил, предлагаю вам пари. 15 тысяч лайков. Я завтра выкатываю видос, где открою 50 паков, спасибо, под нос. А вы поверьте, там будет, ну что посмотреть. Ебать! Что, блядь? Паки, спасибо, под нос, самые охуенные. Ну и в конце, конечно же, хотелось бы вам сказать очень важную новость. Я понимаю, что услышат ее далеко не все, потому что вряд ли кто-то дослушает до этого момента. В общем, есть одна очень важная тема, которую я хотел давно вам рассказать. Просто никак не осмеливался. В общем-то, я растягиваю видос на 10 минут, чтобы побольше бабок полтать с рекламой. Вот такая вот новость. Спасибо всем, кто выслушал. Спасибо всем, кто дослушал эту запись. Респект вам, пацаны. Счастья, любви. И будьте классными.